Ну что ж, возвращаемся на второй игровой день групповой стадии StarLadder 13 сезона и у нас второй матч на второй линейке. Fnatic против Evil Geniuses. На данный момент ситуация в группе следующая. LGD имеют 12 очков и обеспечили себе первое место в группе, как я понимаю, и догнать их могут в теории... Нет, их в теории даже никто догнать не может, на самом деле. Да, последняя игра как раз-таки вот она с Fnatic'ами остается. У EG написано еще с Alliance игра, но это... Это вранье? По-моему это вранье, а хотя... Подожди, у LGD осталась игра с Alliance, если не ошибаюсь. У LGD с Alliance осталась и у EG осталась игра с Alliance. Ситуация такая, что мы должны здесь... За кого мы должны болеть, чтобы легче было Na'Vi и Spirit? Здесь не с кого, но на самом деле, если Fnatic'и здесь выигрывают игру, то они будут очень высоко. У них будет 9 очков. Но они уже гарантированно получаются. И тогда Team Spirit и Na'Vi их не догоняют. Нет, ну там у Alliance еще две игры, по-моему, да? Да, у Alliance две игры, Alliance тоже могут набрать 9 очков, если победят и LGD и Even Geniuses. То есть Fnatic'и, если выигрывают хоть одну катку, они гарантируют себе тайбреки. То есть тайбреки будут 100%. А может быть, будет и выход просто так. Да, вот меня как раз-таки поправляют. Я уже, честно говоря, отчаялся. Я забыл про Alliance совсем. Я посмотрел только на EG и Fnatic и понял, что Na'Vi и Team Spirit в лучшем случае сравняются с EG и Fnatic'ами. При равенстве очков у них будет поражение в личной встрече. И ни Na'Vi, ни Team Spirit шансов не имеют. В любом случае, у нас следующая игра будет. Болеем, конечно, за Alliance. Надеемся, что они преподнесут какой-то сюрприз. Может быть, LGD обыграют. Или лучше, чтобы они обыграли EG, конечно. У нас, на самом деле, такая поддержка альянсов весьма меркантильная. Потому что нам надо, чтобы Alliance выиграли только одну игру, а вторую в салат залили. Ну а нафиг нам поддерживать Alliance просто так? Мы же не факер какой-нибудь. Ну вообще-то да, ты тут прав. Мы же не факер. Чтобы просто вот так вот топить за Alliance. Но посмотрим. Это в следующем туре у нас будет решаться. И как раз-таки Spirit Na'Vi игра, которая... Ну, игра смерти, можно сказать, для любой из команд. Поражение в которой гарантирует тебе только тот факт, что ты выбываешь из турнира. И никакие варианты тебя не спасают. Но, собственно, пока что посмотрим на пик. Фнатики, которые бодро разогнались, забирают себе Devourer и Profit. Пока что, замечу, интересный факт. Нет у нас Банши в пике и в бане. И забирают Рубика под Энигму. На мой взгляд, Фнатики очень правильно делают, что сейчас не гонятся... Они, в принципе, не гонятся за вот этой вот метой с Баншой. Но в данной ситуации против EG этого делать точно не нужно. Потому что у EG очень нестандартный пик. Если ты будешь играть стандартно, они тебя просто могут убить. Пока что делают ставку на Рубика, который может воровать Блэкхолл и давать его в ответку. Ну и плюс сильный вот этот ОД. Мы уже вчера отмечали, насколько он дисбалансный. И просто какой-то нереальный герой на самом деле. Он в лейте, плюс 70... Обыгрывали, обыгрывали этого ОД. Стоит отметить то, что здесь возможно появление Ликантропа. Что очень много саммонов от Энигмы. Хауль будет весьма сильно бустить пуш. Есть уже Винга с Аурой. И... Не короче, какие-то у Энигмы могут быстро появиться. Да, он вчера собирал как раз-таки Энигму не через БКБ, а через Худ и... Худ и Мекку. Бэтрайдер забирают. Бэтрайдер! Ну вот Омни Найт уже в бане. То есть вчера Фнатики посмотрели на то, что делают ЕГЭ. Поняли, что лучше Омни Найт им не давать. И слишком он неприятный. Ну и по-хорошему Фнатик сейчас должны как-то эту Энигму поддавить, как вчера делали ВП. ВП играли абсолютно... Ой, Нави, конечно, Нави. Нави играли абсолютно логично. Они давили ЕГЭ, и до какого-то момента выглядело все неплохо. Но слишком взяли узкий пик, который не мог перейти в лейт. Здесь в лейте уже все в порядке. Ну, пока что, во всяком случае, если сравнивать эти два пика. На мой взгляд, даже лейт фанатиков поинтереснее. Ну, лейт пока только в видео Д. Фурион... Не, ну подожди, я надеюсь, это будет правильный Фурион. Возможно. Без агонима факторинов. То есть это будет какой-то дамажащий пацан, чейзорщий. Валент Хантер появляется у Фнатик. Это Кмени. Просто мешать Энигме. Да, просто мешать Энигме. Он будет к ней приклеиваться, ходить за ней, воровать экспириенс, стараться подрезать каких-то галлончиков и больших крипов. Понимает сейчас прекрасный Юниверс, что все не так хорошо. А что, наверное, Юниверс будет играть на Энигме? Ну, он оффлейнер. Я думаю, что это в лейн Энигма. Ну, возможно. Здесь Бэтрайдер может быть для Юниверса, а Энигма пойдет в лес и Фир на ней сыграет. Параллельно... Ну и вот он, Ликантроп. Так, это Ликан от команды ЕГ. Ну, то есть пойдут в пуш. То есть все-таки, несмотря на наличие Энигмы, решили не играть, как вчера. Вот эту какую-то совсем нестандартную тему с Омником и Энигмой. Потому что в многом Омника забанили. Но добавляют Ликана, Подхавля. Все это будет пушить довольно-таки быстро. Да, так и есть. Фнатики. Пятый бан. Какого еще героя убрать, который может сильно помочь в пуше? Здесь должен появиться либо Мидер. Здесь, конечно, не Бэтрайдера туда отправят. Ну, скорее всего, Бэтрайдер действительно пойдет на оффлейн. Энигма пойдет в лес и может появиться какая-то банша. Может появиться банша, а может появиться вайпер какой-нибудь, который просто будет атакой заплевывать всех с рейнджа. От спама здесь пока никакого, кроме фейт-болта, нет. Это очень мало. Это очень мало. Это никак не помогает, особенно с появлением Мекки. Даже Хедрайский с Фладмиром. Хороший бан инвокера. Как раз мы видели, что творит Ликан вместе с инвокером. А здесь была бы еще и Нигма и Венга, которая это все усиливает. Но теперь его нету. И будут сейчас думать над своим мидером ЕГЭ, если это, конечно, не Бэтрайдер в миде и Нигма на сложный. Могут и, в принципе, и саппорта добрать. Ну и сами банят пока что под С в виде Дазла. Оракул все еще, кстати, доступен. Не знаю, здесь не самым лучшим образом сочетается, но вчера как раз-таки СОД заходил довольно-таки неплохо. Точнее, не СУД, а против Бэтрайдера, я бы сказал. Потому что он снимает свое лассо моментально, и контрит очень жестко за счет этого. Пока что решили сыграть так. Уже видно, что Фнатик не пойдут давить, скорее всего, потому что Баунти Хантер будет просто бегать за Энигмой и просто стоять в своей линии. И контрит Энигму именно тем, что за ней все время кто-то носится, ворует у нее экспириенс, возможно, даже какой-то фарм. До сих пор будет у Фнатиков на то, чтобы Баунти Хантер находил хилые цели, подлетал туда Фурион, и они вдвоем, может быть, втроем, если рядом еще один герой есть, забирали этот таргет. Ну, при наличии треков это, конечно, много денег будет приносить, но Баунти Хантеры, которые такие вот роумящие и прилипают к Энигмам, они не особо быстро получают шестой уровень. Вчера мы такого как раз-таки видели. Ну, Фнатик, ласт пик. Это должен быть кор-герой какой-то. Я надеюсь, что это будет не опять какой-то Свен. Он здесь смотрится ужасно. Что-то им... Да, Свен действительно смотрится плохо. И Бэтрайдер, и Энигмы, и Венга. Все это крайне неприятно для него. Должен быть какой-то рейнджевик. Может быть, даже это какая-то дроу рейнджер должна быть. Ну, что-то мобильное. Вот Эмберспириты забанили как раз-таки ЕГЭ, потому что эта мобильность им была бы совсем неприятна. Посмотрим, что выберут Фнатики. Сплитпуш через Антимага какого-то? Антимаг против Бэтрайдера и Энигмы. Ну, на мой взгляд, все-таки с одной стороны жидновато, с другой стороны ему бы на линии дали здесь пофармить. И Бэтрайдер гонял бы спокойно Рубик, а Антимаг бы вначале фармил. Но разгоняется, конечно, очень долго. Что-то... Что-то нужно такое, что вот действительно... Геракоптер нормально смотрится. Вот согласен. Геракоптер заходит отлично. Медуза. Медуза. Это очень нагло и очень оправданно по мне, потому что появится один или два пака Некрачей, и Медуза будет ужасно страдать, моментально лишаться своего Монопула. Она, конечно, здорово откидывается Змейкой по Самоном и уничтожает быстро Эдалонов. Но в остальном Медуза... Ну вот с появлением Некрачей она будет очень сильно страдать. Ну вот минусы, в общем-то, ты отметил. Отметим и плюсы. Во-первых, есть ОД, который может ее спрятать, и ее Stone Gaze кастуется даже вот в этой вот тюрьме. Ну и плюс ко всему, крайне неприятно играть Enigma против Медузы. Мало того, что здесь есть Рубик, который всегда может подворовать Black Hole, так еще и Медуза. Если Медуза успевает нажать Stone Gaze, никогда ты Black Hole нормально не скастуешь, потому что ты сразу же... Ну ты же не будешь спиной к Медузе кастовать Black Hole. Ну это Рейзер. Это просто Рейзер в мид. Ну и будут давить. Да, ЕГЭ будут давить. Разор — это агрессивный герой. Если здесь Фнатиком удастся затянуть, конечно, ОД плюс Медуза, они выигрывают практически любой лейт, на мой взгляд. Плюс еще все это под баунти. Но ЕГЭ нужно попытаться запушить. В параллельном матче, напоминаем, что у нас играется сегодня по большей части группа B, но группа A вначале доигрывает свои матчи. И в параллельном, как раз на параллельной трансляции, идет игра LGD против Alliance, где мы все болеем за Alliance. И пока что... Ну пока что непонятно. Но я могу сказать, что там, скорее всего, решится все довольно быстро. Потому что Лондруид плюс Джиггернаут плюс Чен — это все нацелено на ранний пуш. И на самом деле стратегия сильная, и в Alliance шансы хорошие. Ну а мы, собственно, переходим в наш матч и посмотрим, кто же себе обеспечит сейчас выход из группы. Ну, вернее, обеспечит себе как минимум переигровки. Ахайя сразу на Nature's Profit отправляется. Не вкачивает, кстати, спелл. Просто отправляется на телепорте для того, чтобы поставить вард Enigma. Да, ну и давайте сразу пройдемся по героям. Ахайя играет на Nature's Profit, Нет на Bounty Hunter, Мидван на Атуал Ди Вавра, Диджей на Рубике и Муши на Медузе. Да, ну и Вилджиниус, Питер Даггер будет играть на Венге Фолл Спирит, Сумаил, Разор, Юниверс, Бэтрайдер, Фир, Энигма и Артизин на Ликонтропе. Мне на самом деле не нравится пик Bounty Hunter тем, что когда у тебя есть в команде Медуза, лучше ее облизывать. Ну, лучше взять героя, который будет делать лишние стайки, который ее будет всячески сейвить, вытаскивать и так далее. Bounty Hunter это герой, который сейчас уйдет в леса и помогать Медузе он никак не будет. Рубик, ну, такой сейвер на самом деле. То есть, если бы хотели играть на Муши, то надо было делать это с каким-то, я не знаю, Абаддоном, может быть. Может быть, здесь сейвить ее может только ОД, но, естественно, этот герой у нас все-таки вначале займет позицию на миде и будет довольно-таки много фармить. Единственный шанс Bounty Hunter облизнуть Медузу, это накидать треков и там она как-то должна расфармиться. Но, в принципе, у ЕГЭ здесь такая стратегия, что даже без Bounty Hunter, если они идут в атаку и умирают, то для них все становится плохо. И, скорее всего, они просто должны идти и месить. На этот раз ЕГЭ он оставит паузу, вроде как Фнатики должны были все пофиксить. Ну, мы надеемся вообще. Очень надеемся. Не фиксить, потому что у парня два раза, по-моему, рестартнулся компьютер просто посреди игры. Неприятные события, скажем так. Да. Так, ну что у нас? Что там? Какие-то последние новости? Интересно будет. Ну, пока что у нас пауза. Там все еще развивается игра LGD. LGG, конечно, могут нормальную свинью подложить тем, кого они уже обыграли и... Да и, в принципе, тем, кто находится в верхней части таблицы. Сейчас все болеют за LGD, те, кто наверху, потому что если они все свои матчи выигрывают, идет просто разборка между Фнатик и ЕГЭ, по факту. Если же нет, то все гораздо интереснее становится. Да, там еще самое-самое начало. Чуть-чуть первый стрим наш опережает, но не как вчера. Надеюсь, что и ЕГЭ... Вчера второй стрим был впереди планеты всей. Ну, в один момент он сравнялся. Там кто-то супер-изи-катку на первой отыграл, а во второй была небольшая пауза. Ну, там ВП две отыграли. Одну за 18, вторую за 22. И мы выровнялись по расписанию. Да, Вирзус ПРО, красавчики. Дают шанс. Ну что, что здесь еще можно отметить? Да, готовый ЕГЭ. Довольно-таки неплох выбор Разора. Даже в лейте он может успеть во время Стоунгейза набросить на Медузу свой поводок, высосать много демеджа. И никак ее от этого не засейвить. Ну и выходит НЕТ у нас. Там аккуратнее надо. Есть центряк, но это минус НЕТ. Да. НЕТ. Еще буквально одна тычка и... Там поставится еще один центрей, я думаю. Или нет. НЕТ в итоге уж выживает. 20 хп? Ну, фартовый тип. Ему в казино бы сегодня. 20 хп выжил. Буквально одной тычки не хватило. И не смогли его добить. Да, здесь Линга со станчиком. Ну, понятное дело, что если бы она вкачала террор, то стана бы не было. Террор можно было бы добить в другой ситуации. И возвращается он куда-то в лес. Курьер тем временем уже приносит в ласку. Его зачем-то возвращают. Это очень странно играет Курьер у нас. Ну и, собственно, УД. Да, кстати говоря, это старая добрая комбинация УД против Разора в миде. И, в принципе, раньше работало хорошо. Да, Баунтихантер тем временем отдается на нейтралах, я так понимаю, просто для того, чтобы восполнить свои хп. Не тратить восстановление здоровья, просто побыстрее вернуться на лейн степы. Тем более здесь вот Фуриончик вовсю уже месяц крипов у Хаю. Здесь никак не мешают. Артизи просто бьет крипов. Сейчас начнут его разминать. Начинают разминать его. Рубов Веном есть у Баунтихантера. Артизи здесь не сладкая. И должен выходить кто-то на лейн. Это будет ППД. В общем, Разор начинает высасывать дамедж УД в миде. Если УД его прячет, срабатывает пассивка. Он замедляется и все равно теряет много урона. Если не прячет, то, само собой, Разор его высасывает, просто бежит за ним. Ой, как-то криво сейчас сыграл Сумаил. Ну, посмотрим. Нового УД против Разора я еще не видел в любом случае. Тем временем на Муша атака сверху съедает Ферри Фаер. Использует... Да, использует фласочку. И в итоге здесь Юниверсу не удается сделать фраг. Но накидал, конечно, он очень много. На стике его разводил Муша до конца, чтобы побольше хп выбить. Ничего не может сделать Артизи на ботом лейне. Его постоянно подгрызает Баунти Хантер. Как-то огрызнуться не выходит. Неприятно. Ну, Сингои вдвоем не забирают никак. Они его просто убегают в любой момент. В итоге Баунти Хантер здесь чувствует себя безнаказанным. Ну, вот не стал воровать экспириенс на оффлейне. Оставляет это для Ахайо. Там нон-стоп в Астралии. Ну, харасит, да, Розора. Харасит Розора через первый спелл. Плюс не дает ему воровать дэмиджа. Хотя дэмиджа все равно Розор подворовывает. Возможно, здесь... А, у Дэ уже красавчик. Он купил себе сразу же сапог. Потому что против Розора, если ты сапог не покупаешь, ты страдаешь. Так, ну и Баунти Хантер. Баунти Хантер выходит в лес воровать экспириенсу Энигмы. Ворует пока что довольно-таки неплохо. Уже имеет второй левел. Энигма третья. И сейчас еще сворует экспы из большого сатира. Понятное дело, что фарм... А, вот не хочет, не хочет давать БХ. Но, по-моему, все равно он получит. Да, зато получит. Получает 63 экспириенса. Энигма продолжает здесь фидить БХ. Вот сейчас сбила фласочку. Точнее, Clarity Potion. Стоят какие-то сентрики. Более-менее контролирует Баунти Хантера. Но, тем не менее, находясь сверху, все равно можно подворовывать. И там радиус довольно-таки большой. Заходит сейчас сюда БХ. Смотрит. Все равно видит, что ему капает. Ну, а что с ним делать? Ты ничего не можешь ему сделать. Другое дело, реализует ли он себя. То есть, воровать экспириенс, конечно, круто. Но Энигма в любом случае фармит свои айтемы. Вот у нее появляется уже Soul Ring. У нее все великолепно. С манной проблем точно не будет. И в итоге получится, что Энигма доберется на своих айтемов. Да, она будет чуть-чуть просаживаться по уровню. Это факт. Но в любой другой ситуации. То есть, ну, есть же нужно получить только шестой. Ну, максимум седьмой, четвертый идолон и будут. Все. Для пуша этого более чем хватает. Выходить в пуш. Да, действительно, этого будет достаточно. Тем временем продолжает Лекан у нас снизу страдать. Нападают на ППД. И его размяли. Нету совершенно регена ни у одного, ни у второго. И Баунти Хантер здесь очень хорошую работу выполняет. Как мы видим, у Профита 18 крипов, 16 у Медузы, 14 у ОД. Идут, в принципе, более-менее ровно с героями команды Evil Geniuses. Ну, разве что у ЕГЭ есть еще и Бэтрайдер. Даже вернее будет сказать, что есть еще и Энигма. И Бэтрайдер при этом также не отстает особо. Ну, посмотрим. Пока что 0-0, пятая минута игры. Ничего, аккуратно играют команды. Ну, Баунти Хантер здесь создал много экшена. Кстати, может погибнуть здесь Питер Даггер. Инвиз очень быстро откатывается за счет Аркейн Руны. И можно нон-стоп его тыкать практически. Ну, и маны мало требуют. Но приносит себе Артизи в итоге кучу фласок. Здесь пытается фармить дальше. Есть вроде уже четвертый левел, но очень больно его Ахайя, конечно, запинывает. Несмотря на щиток, все равно пробивает пеньки. Пробивает свои рейнджовые атаки. Уже взял себе фейзы. Выходит Нет. У Нета есть Тосик. Можно давать сразу Тос, особо не думая. Запирает. Очень больно сейчас. И пеньки съедают на ферстблату. Хайя забирает ФБ. Нета просвечивают. Нет идет в размен. Дает Дженаду и забирает еще и Вингу в итоге. Винга, конечно, получает за него экспириенс. Но все это для Нейчерс Профита отличный корм. Да, он почти... Хотел сказать почти. Он уже шестой уровень. У него есть ультимейт. То есть вот в данный момент для каких-то саппортов, для той же Энигмы, которая стоит в лесу. 693 хп. Вот сейчас ее находит Баланти Хантер. Он просто подходит, делает тычку с Дженадой. И прилетает туда ульт Фуриона. Энигма уже не жилец. То есть Энигме сейчас нельзя находиться в лесу. Она это прекрасно понимает. Она сейчас будет куда-то ретироваться и пытаться спрятаться от БХ. Ну, есть уже почти шестой левел. Есть просветка также на случай, если БХ нужно будет как-то спалить и попытаться размять. БХ, в свою очередь, восстанавливает... Устанавливает вот такие вот варды. Так, нападение. Пошла ульта Нейчерс Профита. Очень больно ему. Последняя тычка. Забирают его. Здесь же Энигма, которую также подминают Фнатик. Как разыгрались малазийцы-то, ты посмотри. Что творят эти демоны? 4-1. И пока что жадность ЭГ не оправдывается. Их жадную Энигму разрывают вместе с героями на лайнах. Из-за того, что просто не хватает одного сильного саппорта в начале. Да, так и есть. Ну и задумка с очень быстрым пушем, она может провалиться. Потому что айтемов у Ликантропа, тех, которые ему надо, не появятся мгновенно. Он будет немного отставать. А вот Фурион сейчас начнет сплитпушить. Он идет, кстати, в статовый вариант. Ну, опять же, вот это начало с барабанами стандартное. Но здесь я бы все-таки... Не знаю насчет вот этого Аганима. Насколько он будет вообще актуален. Нужно Орчид. Против Энигмы круто смотрится. Против Бэтрайдера круто смотрится. Вот я тоже думаю, что Орчид здесь бы заходил хорошо. Ну что, в итоге Разор у нас проиграл линию ОД. Ну, вот за счет этого подключения. По крипам они идут ровно. ОД, правда, сейчас прогоняют. Но мы знаем, что ОД-то как раз вначале только набирает свою силу. Чего не сказать о Разоре, который изначально силен с линии. И дальше... Ну, не то, что сильнее они становятся, но нету такого как бы ускорения. Да, у него бустанет. У него бустанет, потому что дальше он будет собираться только в жир. Будет появляться какая-то Мека, Сия там и так далее. Это если, конечно, он будет собирать Меку. Вообще, я думаю, что он, скорее всего, у Энигмы появится. Хотя Фир может пойти в Некрачей. Ну, пока что себе Ring of Regeneration, возможно, для Транквилл ботинок. Возможно, как раз-таки под Мекку. Два Айрон Бренча есть. Нет, это Хедреска. Это Хедреска, это все-таки будет Мека. Значит, что Розор будет сразу собирать какую-то Сию или что-то подобное. Разминают с руки Артизия. И нету никакого здесь сентрика. Пошла еще и ульта. Боже мой. Артизия в итоге не долетела до него ульта. Так много было целей на карте. Необычно. Ну и выходят. Выходят бить Ахайя. Но Ахайя все узнал за счет Баунти Хантера. Закрывает еще и ППД. Ликан кастует ультимейт. Пытаются бежать за Ахайю. У Ахайя через 4 секунды фейзы. Но фейзы потрачены в итоге цепляют его и забирают. Отличный фраг. Да, здесь в Волкаме Артизия подблочил мастерски. Без этого не смогли бы разобрать. Ну и на топ. Смещение от Юниверса прилетает. Юниверс Муша все это дело спалил. Диджей пока имеет только один стак. Муша перемещается на ботом лейн. Готов по дефу, если что. Ультимейт есть. 13 тиков имеется. Ой-ой-ой. Как неприятно. По идолончикам прошелся. В этот момент БХ забирает реген. У него уже 4,5 левел. Ну что, забрали Фуриона. Давайте посмотрим на графики. Вот за счет этого фрага как раз-таки ЕГЭ сравнивают ситуацию. Ну, небольшое было преимущество у Фнатиков. Как раз-таки самое неприятное то, что Фнатикам вначале вообще не должно было... Не должны они были так поддавливать. Так, и находят Артизи. У Артизи огромные проблемы сейчас будут. Да, Артизи бьют. Стан попадает в Нета. Блэкхолл пошел, но не попадает в него Ахайя. Просто продолжает бить с руки. В итоге Нет выживает. Ему дает просветку. Вызывает Идалонов. Падает у нас Энигма. Ликан пытается биться с Профитом. Но тот редкий случай, когда Профит просто сильнее. Подходит Медуза. Ну, а Измеечка и добивает. Здесь подходит также Разор. Разор забирает Плазмофилдом Нейчерс Профита. И размен получается 2 в 2. Это более выгодный файт для команды Фнатика определенного. То, что здесь Медуза килл получила. Забрали Коров. Блэкхолл знает, что потраченные 180 секунд ты не боишься ничего. Можешь переходить в какое-то контрнаступление. Ну и БХ. Да, единственное обидно, что Баунтихантер здесь экспириенсы не получил. Да, если вспомнить вот матч с Нави, то ЕГЭ как раз с этой Энигмой сами выходили, давили. И каждый Блэкхолл, он был огромной проблемой. Здесь же Блэкхолл уже потраченный. Первый Блэкхолл был защитный, который давался абы как просто для того, чтобы засейвить. Нейчерс Профит залетает на ППД. ППД есть станчик. Дает террор. Дает станчик в нет. Пытается его разменять. Но Баунтихантер забирает фраг. Муша подтанковал под тавером. Минус вся мана практически. Но есть кольцо Регена, есть Аквила и потихонечку от Регена. Да, ему еще и Баунтихантер дает Кларити. Все хорошо. В итоге сейчас спушивают нижнюю линию. Медуза, которая давит Энигму. Вот такая вот игра за счет грамотного построения линий, грамотного перемещения в начале. Фнатик. Кстати, Ахайя, кажется, выходит в Сайланс, а не Аганим. И это чудо. Ну это все правильно, все правильно. Это абсолютно правильное решение в данной ситуации, когда он играет очень агрессивно. Летает по карте, пытается наводить кипш. У него даже ТП в четверочку. То есть собирается летать без перерыва, участвовать во всех файтах на карте. Пеньков хватает ему трех. Для того, чтобы где-то там на линии было в начале усиление. Для того, чтобы чуть-чуть подпушивать. Ну и пока что продолжают делать себе стартовый задел. Очень слабый Ликан, всего 3200. Разор также проиграл линию Д. Бэтрайдер имеет довольно мало. Энигма... Слаб, медле. Впрятался, медван. Высасываюсь в дню дэмэдж. Есть пруты. Ну и артизи пытается сожрать. Выкинули его телекинезом. Живет пока медван. Наваливает с ультимейта. Но дэмэджа слишком мало. Да, неплохо. Он до конца именно пытался настилить инты. После чего дал свой ультимейт. Но нанес мало урона, конечно. 1100 всего. Вместе с парой тычек. Но на самом деле, если бы изначально у него был какой-то задел по интеллекту. Могли бы и получше поменяться. Ну, медван не самый сильный и стабильный игрок команды Fnatic. Он именно когда их вот так вот начинают месить. И раз за разом на него выходит. Часто проседает. Пока его убивали, Баунти Хантер взял себе шестой. И теперь сможет развешивать треки. И начнется вторая волна для фнатиков. Где каждый фраг будет им еще больше давать. Да, вот сейчас сигналят как раз таки на Энигму. Ребят, мол, можно забрать. Даггера там нет. Там даже нет никаких вещей, которые прорубают спруты. Поэтому фуриом прилетая просто закрывает. Это практически гарантированный фраг Энигмы. Поэтому и старается держаться возле Т1. Чтобы если что было сейв ТП. А, но там вообще-то меднайт пульс есть. Да, вот как раз хотелось сказать, что третьим с пылом можно поломать. Но все равно Энигмы все-таки, несмотря на то, что вроде бы задел под Мекку есть. Самой Мекки еще нет. Ее могут здесь просто заберстить Змейка, Ульт Профита, Сюрикен. Все это 800 хп ей может снести довольно-таки быстро. Ну и взял себе Арканцы уже. Но это хороший артефакт для него самого и для Медузы в частности. Ну и что? Подпушивает. Есть свап. Успевает Медуза раскастовать Стоунгейс. Ой, как больно, КПД. Куча демиджа залетает. Должны дотыкать с руки. Нет, хватает урона еще. И успел дать дасты. Начинает наваливать здесь Разор. Филдом попадает по Ахаю с максимального рейнджа. А у Ахаю очень больно. Муши. Закрывают Разора в итоге. Разор не может дотянуться до кого. И поэтому надо бежать. Ой-ой-ой. Разор. В итоге заканчивается у него как раз действие статиклинка. Теряет все хп и выходит ОД. ОД нет ультимейта. С другой стороны здесь все еще есть Блэхолл. Нету Стоунгейза. Можно было попытаться подавить. Оставили одного. Одинешенька Сумаила. За что же вы так? В итоге Сумаил под треком погибает. Как-то совсем далековато он вылез. Ну да. Не ожидал появление здесь оставшейся части команды. Думал, что где-то сейчас фармят, сплитпушят и так далее. В итоге минус Т1 на топе сейчас будет. Да, и минус еще одна вышка. Продолжают набирать у нас обороты ФНАТИК. Несмотря на наличие Медузы, Блэхолла. Несмотря на то, что Стоунгейза нет. Просто прожимают барабан и идут дальше. Ничего себе агрессоры какие. Муж и ничего здесь не боится. Ну отойдут, отойдут. Фрюн улетает пофармить чужие леса. Т4 на руках. На один обливён став хватает. Блинку Бэтрайдера. Сейчас посмотрим, как Юниверс использует. Это очень важно. Айрон Талон тем временем взял Селикан. Понимая, что фармит он как-то совсем медленно. Решил подзакупиться на фарм лесных крипов. Так, ну что там? Фрюнчик. Десятый уровень. Да, одиннадцатый надо бы получить по-хорошему. Для того, чтобы ульта побольше дамажила. Дает ультимейт пока что. Просто на легкий отпуш линий. Сигналит Фирту, что рядом Баунт Хантер. Потому что Вижена по нему не было. А ультимейт от Фуриона по нему пролетел. Да, ну понимает. Здесь, правда, еще и Вард стоит. Поэтому Фира там было несколько способов запалить. Так, ну и что? И собираются ЕГЭ. ЕГЭ прямо очень сильно прижаты. Их из-за того, что Фурион пушит линии. Не дают никуда выйти. Бэтрайдер в смоках ничего не сумел сделать. Возможно, сейчас зайдут на мид. Вот пинкуют как раз-таки на Мидвана. Но Мидван уже уходит у нас на верхнюю линию. И опять Бэтрайдер остался не у дел. Давайте графики еще раз глянем. 4 тысячи преимущества Фнатик. Ой-ой-ой. И собираются на мид. Бэтрайдер цепляет Мидвана. Стоунгейз имеется. Мидван прячется. Разорвается свой дэмэдж. Пошел Стоунгейз только сейчас. И что же, все пережидают. Мидвану очень больно. Мидвана в итоге сгрызают. Он не успевает ничего сделать. Медузе также очень-очень больно. Остается совсем мало ХП. Лекан подъедает Медузу. Минус 2 Корги Раю. Ахай просто бежит. Своровал ульту Лекана Рубик. Но вряд ли куда-то удастся ему уйти. В итоге минус 3 героя. Ну и все. Это поломка. Поломка сейчас Фнатиков. Потому что после вот такой отдачи сейчас как раз-таки появятся Некрачи. Появятся Владмерсы. Они снесут за это время скорее всего 2 вышки. Ребята либо заберут банально Рошана. Фнатики сейчас почему-то не смогли. Но вот Медузка. Медузка сейчас. Нажимаем ультимейт. Это здорово. Но урона она такого количества не выдает в Торнадо. Да опять Медван подставляется. Из-за того что если бы подставилась Медуза. Можно было бы спрятать. Подставляется Медван. И не знаю что делать. Приходится его сейвить каким-то стунгейзом. Что вообще не то что нужно. Забирают Рошана. Ну и сейчас ЕГ должны просто выходить. Цепляют Баунти Хантера. Просветка. Тут же свап. Нета должны забирать. Нета забирают. Ну и вся остальная команда Фнатик решает сюда не идти. Что абсолютно верное решение. Давайте взглянем еще раз на графики. Все преимущество отыграно. Которое было у Фнатика в команде Evil Geniuses. По XP они выходят вперед. Ну и теперь та самая игра с Медузой. Когда нужно будет аккуратненько прижиматься. Играть очень-очень осторожно. Ну да. Ну мы сейчас увидим на Артизии Некрачей. Первый пак по крайней мере. И Нигмы непонятно во что пойдет. У нее есть Мека. У нее есть Арканы. Она может рискнуть собрать Грифсы. Потому что Фурион идет ворчит. Выход на Разора на топе. Замедляют его. Кидают трек. Сразу дают ультимейт. Замедляют. Не дают ничего скастовать. Пытаются. Пытаются не отпустить. Но зацепить-то больше некем. Да. Тосик. И в итоге он выживает. Не пробивают. Там еще Аегис. Поэтому особого смысла прям жестко выгрызаться в него нет. Золото за трек конечно можно получить. Но это слишком сложно. А Лайенс в это время выиграли ЛГД? Лайенс выиграли. Да. Очень хорошие новости. Ну и что сказать. Стратегия с Медведем и Джиггернаутом опять у нас возвращается. Ну действительно очень сильная страта. Там все и шло. К тому что либо Лайенс на этой минуте выигрывает. Либо придется ЛГД долго и упорно отбиваться. И они смогут отбиться. Но не смогли. Хорошо, хорошо получается. То есть получается здесь как бы не закончилось. Команда, которая проигрывает, будет иметь не самую лучшую позицию. И может завязнуть в переигровках. Да, переигровки будут скорее всего 100%. Ну 90% будут переигровки. Я не помню как там сейчас выглядит сетка после этой игры. Но в любом случае меняются только команды, которые будут бороться за выход. Потому что если сейчас выиграют Evil Geniuses, они все тоже по-моему место гарантируют. И вот за третью строчку будет битва между Allianz, победителем пары Team Secret Na'Vi и наверное Fnatic. Да, если я не ошибаюсь. Но если Allianz не выиграют LGD. Ой, тьфу, LGD. И Evil Geniuses. Если Allianz выиграют Evil Geniuses, там без вариантов. Так, ну и у нас... Вот это как раз будет решающая игра на самом деле. Потому что ЕГЭТа обыграли пока что всех, как и Fnatic. И цепляют. Опять УД. Отличная игра. Пошла. Медуз дает Stone Gaze. УД пытается выжить. Но в итоге получается тан, его разрывают. Опять... Тортизи ворованным ультом Бэтрайдером. Уши покажи в Блэк Хоу. По-троим великолепная игра от Фира. Ну и тут просто без вариантов разваливают команду Fnatic. Ни единого фрага им не удалось сделать. Там еще погоня идет. Забрали Леканов все-таки. За ним летел Тосик. В итоге долетел. Но это мелочи. Потому что забирают четырех героев. Остается только Рубик. И Рубика тоже забирают. Это полный вайп команды Fnatic. Отлично сыгран на Evil Geniuses. И опять цепляют Медвана. Как же он закидывает раз за разом. Нужно ему просто стоять чуть подальше. Медузе вполне можно танковать. Он ее сможет спрятать, засейвить. Больше сейва хорошего, кроме как у Медвана, нету. Ну вот в этом и проблема. Я вначале поднимал эту тему. То, что вместо Баунти Хантера должен был появиться какой-то Абадон. Который спокойно бы... Оракул тот же смог бы сбрасывать. Любой сейвящий герой. Так, ОД прячет. Фурион летит. Фурион сейчас может подстрелять довольно жестко. Закрывает Вингу. Разор выкачивает из него дэмэдж. Разора все еще есть Аегис. Очень жестко выкачивает из него дэмэдж Разору. Хайя ускоряется. В итоге Плазмуфилдом не попадает по нему. Должны забирать здесь. Да, забирают Разора. И валить. Банка Бэтрайдера. Мужча без ультимейта. Ну просто забрали золото за трек. Но не за фраг. Разменяли Аегис. И Вилджиниус в итоге довольно-таки хорошо. Выиграли много времени. Ну и что? После последней драки давайте посмотрим на графики. Пять с лишним тысяч впереди ЕГЭ. Они уже начинают диктовать свои условия. И как раз их пик набирает свою мощь. И Крачи Уликана. Скоро будут третьи. Энигма с Грейвзами. Чтобы сбрасывать какие-то дебафы. Да и в принципе здесь Блэкхол кастовать тяжело. Если не такое, конечно, как в прошлый раз. Выход на Артизе. Попытаются его забрать, скорее всего. Я думаю без вариантов. Слишком трудно его убить. Ну я увидел двух героев. Подумал, что сейчас еще влетит Фурион. А так получилось, что эти два героя как раз с Фурионом и были. И влетать было просто-напросто некому. Ну что, посмотрим, как будут дальше развиваться события. ЕГЭ, конечно, гораздо спокойнее должны себя чувствовать. Но в то же время, если игра зайдет в глубокий лейт. Все еще опасности много. Грифсы против Сайланса. Медуза только сейчас покупает Линки. Но этот Линкин просто по кулдауну нужен давать парню с никнеймом Мидуан. Молодому, очень неопытному и зеленому игроку команды Фнатик. Который закидывает на самом деле очень много на этом турнире. Ну видно, что опыта не хватает. Все впереди. Все впереди. Все так начинали. Всем было трудно поначалу. Кроме Сумаила, наверное. Сумаила и Артизи, наверное. Да, эти ребята как начали, так и понеслось. Ну вот Мидуану пока что приходится тяжело. Выходит в пятером команда Фнатик. Все еще стоит Тир-1. Они прям очень хотят ее запушить. Хотя, казалось бы... Да, ну Медузи тут просто привет. 700 маны. Некрачи ей будут больно выжигать. Это пока такой первый пак. Ну вообще его может даже и хватить. Посмотрим, во что Энигма будет выходить. Снизу, тем временем. На начальство профита атака нет. Не успел. Лижный не хватило, чтобы дать Малифаис. И Ахай уходит у нас на ручном телепорте. Возвращается на своем обычном. Энигма все-таки взяла блинг и хочет кастовать свой блэккол. Ну, шансов все больше и больше. Баунтихантер чекает Артизия до конца. Да, Артизия не стесняется. Здесь, на самом деле, у него третий некрачи. Он прекрасно понимает, что догнать его очень трудно. Да, его закрывают спруты, но это не проблема. Поэтому Артизия здесь чувствует себя королем. У него Баунтихантер продолжает раскидывать треки. Просто для того, чтобы дать фарм ОД, ему очень нужно БКБ. Потому что очень много магии. Плазмофил, станчики. Все это для хлипкого ОД слишком много. Хотя, на самом деле, это еще не такой суровый прокаст, как мог бы быть. Ну и выходит у нас Evil Genius по нижней линии. Пока они выходят по нижней линии, нужно пытаться разменяться, что и делают Фнатики. Забирают Тир-1 на миде, наконец-таки. Да, но они потеряют Т-2 на ботами. Ну и на Тир-3 будут разводить, скорее всего. Нет, уже летят ЕГЭ. Хотят подраться. Хотят подраться, не хотят отдавать. Они забирают Т-2 и полетят дефать, я так понимаю. Да, бэтрайдер готов, получает трек. А могут пойти на Т-3, на самом деле. Бэтрайдер кого-то вытащил, вытащил он Нета. Нета очень больно. Флеймбрейк оттопнули далеко. Просто сгорает здесь по итогу Баунти Хантера. А там в это время начинается пуш Муши с Белинку. Моментально оставляет его без маны Некрачи. Ой, а УД остается без ХП. Энигма в итоге забирает еще и Нечерс Профита. Там смогли подцепить с помощью Блэкхолла. Задержался здесь Ахайя. И в итоге теряют двух героев, забирают им две вышки. Они забирают только одну. И очень битая Т-3. Ну, вернее, Т-3 побили только на 600 ХП. Тем не менее, Лекан со своими сумонами сгрызет ее в следующий раз моментально. Да, огромная проблема в этих Некрачах. Медуза остается без маны. УД остается без ХП, потому что убивает какого-то там красного Некрача. И получает магии в лицо, пока не будет Блэкхинг Бара, будет тяжко. Рубик берет Линзу. Ну, воровать Блэкхолл с большего расстояния. Да, ну и такой мини-аганим для него. Хотя, конечно, аганим здесь в лейте опять же будет мастхэв. Но до лейта Фнатикам не дожить в этой игре, судя по всему. Во всяком случае, ЕГЭ именно на это и нацелена. Понимают они прекрасно, что должны давить сейчас. Давят. Не дают качественно размениваться. Все время забирают больше. Бэтрайдер, тем временем, у нас с Гемом. Как раз-таки против того самого БХ. Очень большой перевес по золоту и по ХП. Вот заберут следующего Рошена и пойдут на хайграунд, я думаю. Максимум сходят на топ, заберут последнюю Т2. Что слишком хорошо себя чувствует сейчас. И он женился с этими Некрами, с этим бешеным Ликантропом, у которого 2 500. Когда он доберется до Керасы, будет мрак вообще полный. Да, интересно, что он и через профит собирает. Взял себе главу в кейст. Мидс, наверное, мы его штормали, мидс. Ну, для Миддасика все-таки поздновато. Это уж совсем будет такая наглость. Они и так, если в лейт выходят, все более-менее. ЕГЭ. Появляется Рошан, должны заходить, забирают этого Рошана. Попытаются, конечно, что-то разменять. Фнатики. Вот уже сверху подпушили неплохо. Возможно, даже сгрызут вышку. БКБ появляется на УД. Но это какие-то легкие шансы. Если все хорошо закастуют, то может получиться. Ну, ЕГЭ слишком много возможностей. Бэтрайдер уже пошел. Смотрит, смотрит на Муша. Караулит, караулит. Может прыгнуть, конечно, сейчас на Мушу. Но там линка, поэтому никак не взять. А ЕГЭ для Артизи. Потратил ультимейт. Подумал, что дотянется все-таки до Муши. Но не дотянулся Бэтрайдер. Есть форстаф, можно было форсом сбить. Но, опять же, далековато была команда. Не стал рисковать. Да и правильно сделал. Торопиться абсолютно некуда. Ахая продолжает подфармливать. Приходят сюда Некрачи и Волки. Под ультом Ликана добежали до нижней линии. Они довольно-таки быстро. И отпушили. Довольно-таки неплохо все отпушено. Ничего не угрожает базе. И можно переходить в мид. Правда, Некрачей нет. Ульта Ликана нет. Стоит подождать 45 секунд еще. Можно, конечно, под Хаулем и под Энигмой пытаться как-то это все спушить. Тем более до Блэк Холла еще 30 секунд. Не, подождут, подождут 100%. Подождут Блэк Холла. Линка скоро будет на Энигме для того, чтобы Рубик ничего не смог воровать. Довольно хороший спелл. Сумаил берет себе Аганим на Розоре. Как раз-таки под пуш. Отличный артефакт. Ну и начинают ЕГЭ отпушивать. Уже подготавливаются к финальной атаке. Остается 9 секунд Доблэк Холла. Да Некрачей 18 тоже можно. Ну там Аганимчик на Розоре. И Артизи могут забрать. Вот выбить Аегис. Сейчас очень важный момент. Если выбьют Аегис... Да, видит его. О-о-о-о. Да, он еще ИТП потратил. В итоге без шансов для Артура здесь. И его сейчас второй раз могут забрать. Там куча ТП на Т2. Стараются за Арту как-то подраться. У него форма будет буквально через секунду. Вот она форма. Нажимает форму. Слишком много урона. Артизи скорее всего погибает. Но это еле живой. Заставляет Медвана нажать Блэк Кинг Вар. Ну и Розор отсюда просто убегает. Очень хороший выход от Фнатиков. Они сейчас забирают Ликана дважды. Два килла под треком. Плюс... Ну сама смерть Ликана. Хоть она и только одна считается. Понятное дело. Но фрага за треки забирают именно два. И как раз таки ОД нафармил себе 1400. Медуза выйдет в какой-то дополнительный артефакт. Ну и самое главное. Не дали сейчас ЕГ закончить эту игру. Самое приятное. Чуть-чуть Артизи не хватило. Ему БКБ не хватило конечно. Будь там БКБ его бы не смогли забрать так быстро. Там очень мало дэмэджа пока что. С руки. Разминает ОХА. ОХА собрал все-таки моего Шторм. Да, хороший артефакт боевой. Понимает, что здесь надо в боевого Фуриона выходить. Ну и Манта Стайл будет у Муши. Для того, чтобы иллюзиями дополнительно отпушивать, сражаться. Так, ну и что у нас? Товарищ... Товарищ Нэт. На разведке. В прошлый раз выйти ему удалось довольно-таки неплохо со своей командой. Но в этот раз ЕГ уже гораздо аккуратнее действует. Я думаю, что теперь Артизи не будет в соло фармить свои леса. Он сейчас пытается с командой, наверное, пойти. Тем более есть Бекхол. Надо его как-то реализовать. Ну это было так жадно. Вы и так ведете. Зачем фармить всю карту, когда можно просто собраться в пятером? Момент был отличный. Все линии запушены. Просто собираетесь и идете и убиваете. Линза на Бэтрайдере, кстати говоря, та самая. Посмотрим, как будет с ней работать Бэтрайдер. Ну гораздо дальше он теперь сможет цеплять соперника. И Манд Стайл появляется на Медузе. Легкий шанс есть задоджить лассо Бэтрайдера с помощью Манды Стайла. На самом деле довольно часто профессиональные игроки так делают. Но у Хайо тем временем на миде выходят на него, но почему-то не решаются. В этот момент Баунти Хантер, Баунти Хантер видят. Баунти Хантер могут цеплять, цепляют его. У нас зря потратили на самом деле. Забирали бы и так. Там уже летел стан Венки в это время ему в лицо. Поэтому был бы и так стопроцентный фраг. Артизи моментально перемещается на топ-лейн. Пытается Фурион там прилететь, остановить крипов. А Некрачи имеются. Они несутся. Вот они уже заходят на хайграунд. Пошли Волки. По Хаулю. 10 секунд. Ну а Медуза с Мантой, конечно, уже гораздо интереснее отпушивает. И Некрачи пробиты. Просто иллюзиями танкует. Пошли Грэвзы. Вставляют Некрачей. Смейка через одну секунду. В итоге забирают Некрачей. Ну и что? И отбились. Крип скипает тем временем Нечерс Профит. И теперь тяжело будет дальше идти в атаку. Крипов-то нету. Собираются, не собираются. Смещается на ботом Артизи. Будет дофармливать. Или он уже дофармил. Нет, нет, ничего не дофармил. Чуть-чуть остается до Кераса. Да и до 16 уровня тоже. И Нигма собирает Линку. А Разору нужен Блэкинг Бар. Да, какая все-таки здесь игра напряженная. Несмотря на то, что ЕГЭ в любой момент могут закончить, если ошибутся Фнатик. Если Фнатик будут действовать хорошо и забирать вот такие вот фраги. Тянуть как-то время. Забирать Курьера Сил Света. Да, Разор здесь находит Фуриона, конечно. У Фуриона вообще ничего нет. Пытается закрыть, закрывает. Но у Разора есть Вижен. Так, давайте посмотрим, что было в Курьере. В Курьере была Кераса Артизи. И вниз тем временем выход на Артизи. Вот не один. Вот не один. Здесь Нигма. Нигма. Ой, какой гол. О, по-двоим. Это минус 2. Это минус 2. Медуан здесь не выживет. Он может, конечно, нажать БКБ. Это никак его не спасет. Будет погоня здесь еще и за Нетом. Нет. Если не Крачей, не Крачей нет. Достами его не подцепили. Не угадали, куда он пошел. Запрыгивает Нигма. Нет Вижена. Шикарный байт получился на Артизи. Фир, не думая ни секунды, кастует этот Блэк Холл. Сбить нечем. А почему Муша подцепили? Подцепили Муша. Подтащили. Подвигает сюда Артизи. Начинает жрать Муша. Прожимается ультимейт. Будет ли свап? Свапа пока нет. Муша просто улетает. А, Муша уходит. Но ультимейта нет. Баунти Хантер там просто даже не подставлялся. Он просто пытался убежать, но его в итоге настигли. Он ТОС кидал в Артизи. Он кинул ТОС в Артизи. Не, он кинул вообще ТОС то ли в Бэтрайдера, то ли в кого-то. Просто на Артизи был трек, и он аж в него полетел. Вообще ему там не надо было политься. Я думаю, что это бессмысленно абсолютно было убивать. Он точно никого не убивал. Бэтрайдер с Гемом, они там его подцепили. В любом случае, здесь, конечно, это фраг сопутствующий скорее. И самое жесткое это урон от Блэк Холла и потери на нижней линии. Но опять у нас Civil Geniuses выходит еще больше вперед. Но стороны-то стоят и продолжают потихонечку отъедаться. Отъедается УД медленно, но верно. Отъедается у нас товарищ Муша на Медузе. Что у него там уже? Ну, Скади будет собирать. Ну, стандартный выбор. Да, через статы сборка для Медузы ничего нового. У него, кстати, топовый Нетворс на карте. Несмотря ни на что. Слушай, ну, мы ждем, я так понимаю, появления Курьера с Керасой. И тогда Артизия и Компашка перейдут в наступление. Да, все время чего-то ждут. ЕГЭ все время потихонечку, потихонечку, потихонечку. Они выходят вперед. Но все еще финальную атаку сделать не удается. Посмотрим, насколько еще затянут. До Блэкхоллы 70 секунд. Блэкхоллы пока очень хорошие. Да, вот Линка появляется. Теперь его своровать будет гораздо сложнее. Правда, можно сбить Линкин и своровать все равно Рубику, если есть фейтбол. Но чуть получше ситуации у Нигмы. Плюс ко всему, конечно, дает она немного статов, что делает еще сильнее героя. Линка тем временем покупает Линзу для того, чтобы свапать. Есть второй левел Слапа. Радиус там достаточный. Ну и продолжают у нас отпушивать. Мидван на своем ОД. Купил себе Блэйдмейл под Шиву. Да, ждут Кирасу. Сколько там осталось? 12 секунд. На Разоре, кстати, будет рефрешер. Это два ультимейта. Ну, сильный пик у ЕГЭ, что и говорить. Сильный. И сейчас чувствуют они себя здорово. Так, Бэтрайдеру нужно играть аккуратнее. Ну да, тут Медуза и... Нет, у него Форстаф Даггер, его трудно подловить. Ну, а с Гемом его очень трудно подловить. Неда видят. Нед заходит во вражеский лес, понимает, что он где-то там. Нед вообще ничего не боится, несмотря на то, что вот так вот зашел. Бэтрайдер тем временем... Ну, за спиной вся команда почти, так что ничего не переживать. Он тут щип прикроет, быстро его зафокусить не получится. Так, ну и что у нас Муши? Муши почти собрал себе Скади. Очень много фарма ему, конечно, оставляют. И выходит на нижнюю линию в подпуш. Тем временем Фурион у нас. Что фармит Фурион вообще? Ну, после Мелл Штрома он так ничего себе и не купил. Вообще 400 у него на руках. Или может быть что-то в Курьере есть? Да нет. Ничего нет. Ничего нет. Там только Муши Скади. Маловато, очень много умирает. Что поделать? Падает вышка снизу. ЕГЭ дают забрать. Вот сейчас покупают как раз-таки Керасу. Появляется Рошан. Это контролирует Фнатики. Для них не будет сюрпризом. Только нельзя сейчас отдать этого Рошана. Нельзя отдать Рошану ЕГЭ. Ни в коем случае. ЕГЭ могут попытаться развести на ТП на топ. То есть прийти и подпушить топ. Как только будут сделаны ТП, сразу же сместиться на Рошан. У Медузы нет байбека. Есть Скади. Выходит сейчас сюда Энигма. Есть рядышком Бэтрайдер. Но их не хватит вдвоем. Поэтому Медузу они отпускают. Рефрешер на Розоре. Ну, кстати говоря, может пойти драка именно даже за Рошана здесь. В случае, если как-то нахалявят Фнатики Рошана, это может быть очень плохо. Артизи. Артизи видят. И у Артизи могут быть проблемы. Запирают его с прутом, но есть Айрон Талон. Отличная игра. С прутами нужно было с двух сторон запирать. Только в таком случае Артизи бы могли убить. Но в итоге Артизи уходит. Был близок он к тому, чтобы здесь его подловили. В любом случае, теперь нету формы. Но все-таки преимущество ЕГЭ достаточно большое для того, чтобы и без формы качественно подраться. Да. Сейчас Разорс, который с рефрешером в файте, если его моментально не зафокусить, его зафокусить будет очень трудно, потому что у него 2600 хп грифсы рядом от Энигмы. А вот пошли на Рошана. Тонну дэмэджу. Ну, то Рошан, да. Идут туда Фнатики. Бэтрайдер. Берутся подраться. Ну, отступают. Отступают, отдают Айеги Сликонтропу. Здесь не Крачи, лейнов подпушенных нет, поэтому быстро сейчас завалиться на хайграунд и что-то снести не получится. Ну что, в итоге уже 35 минут длится эта игра. И все еще все бараки стоят у команды Фнатик. Учитывая современную доту, 35 минут это довольно-таки долго, и там много артефактов появляется. У Дуза практически все арты на жир собраны, она сейчас следующим артефактом какую-то себе бабочку купит. Это будет лучший вариант, потому что нету ни МКБ, ни... Ну, хороший армор дает против ульта Разора, и уже это будет серьезный дэмэдж. А там МКБ, Дейдалус и все что угодно уже будет сильно разваливать. Ульт Фуриона, крипочки останавливаются. Статик линком высасывает из-за иллюзии дэмэдж. Сотка почти есть у Разора. Ну и Сырок. Есть Сырок, есть Рефрешер, будут заходить. Заходят. Разор. Теперь линку можно даже свапнуть Муши, вы его в террор не стали. Ну вот он, заход миддл. Загрызли Т3. Есть еще один ультимейт у Сумаила. Не стал вязать Рефрешер. Фостапят Муши. Муши проблемы, но Рефрешер сбивает ему. Нет, в итоге Блэкхолл от Фира. У Фира ворует Блэкхолл Рубик. Это может сейчас быть очень больно. В итоге Рубику дает стан. Падает уже Энигма. Сумаилу нужно отступать. Отбиваются, кажется. Тем временем ППД умирает. Сверху Ликан пытался снести. Бараки не снес. Все еще стоят оба. И теряют двух героев. Да, и у Рубика остается Блэкхолл. Если что, и у него 200 на руках. Он покупает себе даггер. Сразу продал стики, чтобы купить даггер. И сейчас Блинком может перевернуть ситуацию. Но она вообще, на самом деле, немного перевернута. Потому что они сейчас заработали 4000 в Фнатике. Ну, разницу в 4000 сократили. Появляется Шива у ОД. Его теперь не так просто зафокусить героями с физдэмэджем. Потому что армор прирост очень большой. Сейчас Грифсы появились в Ваунтихантеры. И Медузка 3-100 на руках. Очень много дэмэджа дает это Шива. Потому что серьезно увеличивает монопул. Аркейн Орб дамажит больше. Ничего, кроме Стоунгейза, не потратили. Без Стоунгейза драться можно. Медузу уже так просто не пробить. Она очень толстая. И если откатит Стоунгейз, драку выиграть будет крайне тяжело. Плюс есть Блэкхолл у Рубика. Плюс есть Эклипс у ОД. Сейчас могут быть очень большие проблемы у команды Evil Geniuses. Но дожидаются они Энигмы. Блэкхолла, правда, не будет еще целых 80 секунд. Так, Муши сбивают линку с него. Разор, статик линк. Замедляют Разора. Бэтрайдер успевает его поднять. Рубик, отличная игра от Рубика. Минус Бэтрайдер. Тут же Разора закрывают. И Рубик дает Блэкхолл по двоим. Минус Разор. Минус Винга. Выживают абсолютно все. Бэтрайдер байбайкается. Он под Меднайт пульсом все-таки погиб. В итоге у Муши 5000 закиллы под треками. И сейчас можно купить какой-то бутерфлей и пробовать зайти на хайграунд. То есть пробовать они по-любому будут. Потому что им надо развести Разора на байбэк. Прилетает сюда у Хаев. Мьёльнир дособран. 2900 также на руках. Я думаю, что он пойдет дальше в айтемы на дэмэдж с руки. Сенитис, Эклипс и Стоунгейз все еще имеются у команды Фнатик. И они продолжают. Мьёльнир покупает Нечерс Профит и сразу кидает на Медузу. Отличный выбор под этого толстого героя. Продолжается у нас Асада. Муши просто собирает деньги тоннами. Да, очень много фармит. У него уже практически готова бабочка. Висит, кстати, Курьер. Пошли не кратчи. Погоня за Муши. Стоунгейза нету. Нету маны просто на Стоунгейз. В итоге ОД разворачивается. Цепляют, но поднимают Бэтрайдера в воздух. Бэтрайдера должны убивать после байбэка. Муши падает. Падает также Бэтрайдер. Очень битый лекан. У него все еще есть Аегис. 5 секунд. 5 секунд. Да, Блэк Кинг Барроу Мидуана запрыгивает. Ну, есть оба байбэка на ключевых героях. Есть пара ультимейтов. Разор байбэкнулся. И, как мы видим, фнатики еще не так много потеряли. И не так много заработали команда ЕГЭ. Байбэк от Медузы. Блэк Холм есть, кстати, у Энигмы. Он откатился. Да, у Рубика еще целых 68 секунд. Ну, Рубик не собирается пока что перекастовывать что-то. Очень хороший спелл, понятное дело. Ворует дэмэдж с иллюзией. Но Медуза здесь так просто подойти не даст. Да, уже очень-очень суровая тетя. Тем временем сверху заходит Ликан. Ворует у Ликана Хаваль. Ликан-то битый. Ликанщика сейчас убьют. Минус Ликан. Но это размен на Егис. У него и гидом, поэтому все нормально. По-моему, не очень удачную позицию выбрал. Пошел Стонгейз. Хотят забрать Ликана. Тут же кастует Саунс. Ликан падает моментально. Энигма просто делает ТП. Медуза ползет вперед. Энигме сбивает Линку. Но она уходит на фонтан. В этот момент ППД получает трек. Получает пару ударов со скади. Свапается, но только выигрывает пару секунд. На самом деле проиграл он сейчас этот файт. ППД. Ну, в плане того, что он свапнулся в толпу под треком. И подарил огромную тонну золота для команды Фнатик. Медуза 2 500. Да, у него был байбэк, поэтому только Талисманов Эвэйджен, а не полный бутерфляй, имеется. Выход в контрнаступление теперь уже от Фнатик. Через минуту будет ультимейт у Муши. У ОТ он имеется. Также имеется Блэкинг Барр, которого в предыдущем файте очень сильно не хватало. И подарил еще и свап ППД Рубику. Я думаю, сейчас это может порешать. Внезапный свап. Не ждут его ЕГЭ, потому что, ну, они-то играют не против Венге, а против Рубика. И, конечно, знают, что там есть, но могут сейчас подставиться. И самое неприятное, что теперь Лассо вообще бесполезно. Моментально свапнет героя, которого схватят. И ничего не сделать. Да, ты был абсолютно прав, когда сказал, что он проиграл больше этим свапом, чем выиграл времени. Пару секунд. И все, минус вышка. Заходит дальше. Заходит дальше, выходит Ликан и отходит. Ну, у Муши нет байбэка. Опять же, лейт у них очень сильный. Торопиться некуда. Можно просто отступить. По графикам мы видим, все преимущество команды ЕГЭ кануло в лету. По ХП практически та же ситуация. Да, но БКБ появляется у Артизи. Сейчас он хоть чуть больше сможет получать демиджа и атаковать. Наконец-то БКБ. Очень нужно было Ликану это БКБ пораньше. Розору тоже нужно БКБ. Слишком много магического демиджа у Дэна носит. Ну, разбили Смоук. Сейчас, если убьют Медузу, шансы будут неплохие. Но если кто-то... Медуза не подставится. Да, вот уже парень идет. Он просто сейчас спалит весь Смоук и все. Вот она Смоук Атака. Баунти Хантера убили. Но в нем не так пользы много было. Есть, конечно, Владмир. Есть Грейвсы. Байбэк сразу делает. Моментально байбэк. Медуза с бабочкой. Уже. Чем ее пробивать, непонятно. Есть Блэкхолл. Хороший Блэкхолл может здесь порешать ситуацию. Ну, а и... Опять у нас качели склонились в пользу ЕГЭ. И они пытаются зайти. Сверху идет Артизи. Вызывает Неграчей. Поднимают его в воздух. Сбивают Линку. Прожимает Блэкенбар. БКБ. Пошел Брэйс. Бараки пойдет грызть Бараки. Утаскивает Ахая. Моментальный свап от Рубика. Отличный подсейв. Свап назад от ППД. Ну и грызет Бараки. Грызет Бараки Артизи. Не добил миличный. Все-таки решает дотыкивать. Муж его бьет. Но не особо ощущает это Артизи. В итоге Артизи догрызает Барак. По-моему, нет. Еще тычку надо делать. Сделал ее Артизи. Минус сторона. Сумаил здесь погибнет. Только ТОД. Блэкхолл неплохое от Фира. Но, правда, по трем героям. Остальные все сами зашли. Боже мой. Как сейчас отпустили Артизи. Это просто фантастика. Его просто не стали бить, когда он летал на лоу-хп. В итоге его не успели добить во время телепорта. Забирают Фира. Но Артизи все еще жив. Ну что, потеряли две стороны. Пойдут ли теперь Фнатики в контратаку? На мой взгляд, могут. Пойти могут. Там 70 секунд нет разора, на самом деле. А бонус ЕГЭ в том, что в следующий раз при откате Блэкингбара он тоже самое может сделать и с третьей стороной, и с некорочами. Не хватает дэмэджа по Артизи, когда он в Блэкингбаре. Просто не хватает. Медуза много наносит, не спорим. Но ей нужен еще какой-то Дейдаус. Дейдаус или МКБ, неважно. Какой-то айтем на хорошее количество урона. Ну, Дейдаус здесь лучше, пока заходит. Нет вообще никаких миссов. Нету байбэка на Розоре и Энигме. У Ликана байбэк есть. Его отпустили. Он его не потратил, но толку от этого не особо много. Съедают первую сторону. Могут сразу переходить на вторую. Муши даже со сплитшотом этот барак сбивает. А, переходит на вторую. Это минус вторая сторона. 30 секунд, все еще нет Розоров. На Атике. Там фортификационный нет. Да, фортификационный нет. Ну и что здесь делать, непонятно. Что по байбэкам? По байбэкам у Муши еще 2 минуты. Нет байбэков у Илджиниусс. То есть двух коров, можно сказать, нет. Переходят на топ. Знают, что у них есть еще 15 секунд без Разора. Форты нет. И за 15 секунд можно пытаться забрать и третью сторону. И даже если ресница Энигмы, у нее все еще нет Блэкхолла и очень долго не будет. Батрайдер. Хватает Ахая. Надо просто бить барак. Надо просто бить барак на самом деле. Ахая, байбэк, Медуза, Стоунгейз. Пытается сгрызть Ликан, Рубик. А в итоге Рубик ворует шейпшифт. Медуза продолжает раздавать. Да, все. Ликан уже забежал, выбежал. Свапают Медузу. Медуза без Стоунгейза, но на ней Мьёльнир. И как же больно Медуза раздает с Мьёльнира. В итоге все ЕГ пытаются разбежаться. Артизи заперли. Артизи нужно байбэкать с 80 секунд. Да, байбэкать с Артизи. Но третья сторона падает. Фир. До Блэкхолла целых 40 секунд. Муша все еще танкует под своим Манушелдом. И сносит последний. Остается рейнджевой барак. ППД погиб. То, Скоби прожимает. Блэкингбар хотел просто шугнуть своим Блэкхоллом. Но знают о том, что его еще нет. Муша 8 стакок на нем уже. Просто стоит сплитшоты и месяц. Это мега крипы от Фнатик. Да, но Муша без байбэка пытается Медван спастись. У него также байбэка нет. У него не успевают его застанеть. В итоге Медван уходит. Сколько байбэка не будет у Муша? Ликантроп сейчас должен покупать себе травела. Моментально ему не хватает. Буквально 20 единиц золота, чтобы полететь на топ. И пытаться загрызть третью сторону. Они просто пойдут сейчас пушить. Идут 46 секунд до байбэка на Медузе. Фуриона байбэка не будет очень долго. Он байбэкался прямо в драке. Пытается, пытается отпушить нет в верхнюю сторону. Получается так себе. Но немножко выигрывает время для своей команды. Сейчас выйдут мега крипы. И они выиграют дополнительно немножко времени. 28 секунд до появления Медузы. Есть ли фортификейшн? Да, есть фортификейшн. Это еще дополнительные 5 секунд. 20 секунд. Стоится последняя сторона. Сразу в трон. Патрайдер. Подцепил нету. Есть Шива. ОД под Блэкинг Баром. Пытается наваливать Юниверс. Еле живой под треком. Как же больно здесь у Маилу. Есть вап от сейф от ППД. Моментально забирают здесь всех. И в итоге не получится у команды. Фнатик одержает здесь победу. Проигрывают с мега крипами. 30 секунд не хватает байбеку Аутвол Деваурера. Байбек это Медуза. Но Эншент падает слишком быстро. Блэк Холл от Фира в пустоту. И падает трон. Фантастика. ЕГЭ в сумасшедшей игре обыгрывают команду Фнатик. Забирают себе, получается, девятое очко. Ну, гарантирую тебе выход из группы. Это 100%. Единственное, что сейчас остается досмотреть, это как сыграют Alliance против Evil Geniuses. Если Alliance обыграют Evil Geniuses, то Alliance также выходит, если не ошибаюсь, с девятью очками. Их будет по девять с Evil Geniuses. Но если Alliance проигрывают, то там может быть еще всякое. Будут переигровки. Потому что у Alliance сейчас шесть. У Фнатик шесть. И либо у Na'Vi, либо у Team Spirit будет шесть.